Еще одного новосибирца задержали там же в Кузбассе по подозрению в телефонном мошенничестве и хищении у пожилых людей более полутора миллиона рублей. Злоумышленник под видом курьера забирал у обманутых пенсионеров деньги и перечислял их своим компаньонам. Эта кемеровская пенсионерка поверила аферистам и отдала курьерам 330 тысяч рублей. Женщине повезло, деньги удалось вернуть, так как за визитерами пристально следили местные полицейские. На тот момент у них уже было пять заявлений от таких же обманутых потерпевших. Схема, по которой действовали злоумышленники, стандартная, однако на их уловки продолжают попадать новые жертвы. В квартире пожилых людей раздавался телефонный звонок. Взволнованный голос псевдородственника сообщал обычно о ДТП, от последствий которого необходимо откупиться. У меня разорвана губа и пробита голова. А та девушка, которая пострадала из-за меня, она находится в коме. Аферисты просили по миллиону рублей, но соглашались и на меньшие суммы. Передача последнего транша была сорвана. В руках правоохранителей оказался местный житель и его подельник из Новосибирска. Оба были, можно сказать, посыльными. Организаторов бизнеса еще предстоит вычислить. Возбуждены пять уголовных дел по статье «Мошенничество».